Доброе утро, дорогие телезрители! С вами в студии Мадина Лайпанова. 31 августа в России отмечается День ветеринарного работника. И сегодня мы как раз-таки познакомимся с человеком, который решил посвятить свою жизнь спасению и помощи братьям нашим меньшим. Но прежде чем это произойдет, я предлагаю узнать, какая погода ждет нас в эту пятницу. Продолжение следует... В южных районах высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем плюс 26-28 градусов. Сегодня у нас в гостях присутствует ветеринарный врач Василий Гуслин. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, Владимир. Позвольте сразу поздравить вас с наступающим профессиональным праздником. Спасибо. Это действительно, на самом деле, мне кажется, очень ответственная работа, в которую можно пойти профессия только по призванию, любя животных. Давайте нашим телезрителям расскажем, как так получилось, что вы стали ветеринарным врачом. Есть ли какая-то предыстория? Может быть, это была мечта с детства? Либо что-то произошло уже во взрослой жизни, когда вы определились со своей профессией? Ну, естественно, братьев наших меньших любили мы с детства все, будучи детьми. А в будущем, по окончанию школы, просто по наличию, по месту нахождения здесь, открылся аграрный институт и решил попробовать себя как специалиста, попробовать поучиться. Поступил, отучился первый год и понял, что, в принципе, достаточно профессия хорошая. И начал получать знания. И при поступлении на работу в городскую ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных по городу Черкесску, у меня были старшие наставники, товарищи, которые старались, делились опытом, помогали, подсказывали, где-то ругали. И тем самым получается, что весь свой опыт я перенял от них и в процессе уже нарабатывал свой. Скажите, пожалуйста, как проходит обычный день ветеринарного врача, скажем так? Ну, типичный. Ранний подъем, чашечка кофе и бегом на работу, потому что уже ждут подстоенты. Они, к сожалению, болеют не по расписанию. Рано утром бывает обращаются и днем, и вечером, и поздно ночью. По возможности, если есть силы, то стараюсь всем помочь. Вот когда обычный врач, ну, человеческий врач, скажем так, работает со своим пациентом, человек может сказать, где у него болит, что у него там происходит, да? А вот животное не может. Вот как понять животное? То есть это только со слов хозяина вы же можете, да, как-то... Не совсем. У большинства заболеваний, у всех, точнее, заболеваний есть клинические признаки, клиническая картина плюс поведение животного. То есть, в принципе, о многом можно понять именно из поведения. К примеру, при приеме маленького котенка, щеночка, я всегда стараюсь, объясняю и настоятельно рекомендую владельцу животного всегда научиться читать свое животное, дабы он смог понять, когда животное себя плохо чувствует, когда оно просто хандрит, или же когда уже процесс какого-то заболевания начинается. И совместно при сборе анамнеза у хозяина, у животного вся информация эта сливается воедино, и из этого уже идет формирование диагноза. Вот я часто в социальных сетях наблюдаю такие, скажем, ролики, где люди делятся историями о том, как их животное якобы захандрило, или они что-то у него нашли, отвезли к ветеринару, а оказалось, что это там просто либо пупок, либо розинка, либо животное просто, да, там, как бы захандрило, как вы сказали. Вообще, действительно такое может быть, что животное просто не в настроении, не болеет, а не в настроении. Такое бывает? Конечно. Они точно так же склонны к перепадам настроения, как и мы, люди. Может быть, и проявление на погодные условия, может быть, на пищу, которая, корм, которые могут они забраковать, и она им не будет нравиться. Просто хозяева животных, как правило, да, такие бдительные, мне кажется. Вот что-то нет настроения у моего кота или у собаки, наверное, болеет, да? Такое бывало? К вам приходили вообще такие пациенты? Мало, да, обращаются с такими вопросами, но уже апеллируя своим жизненным опытом, профессиональным опытом, стараешься понять животное, разобраться в нем, плюс проводишь какие-то клинические исследования, та же самая термометрия и клинический осмотр. А у вас есть какие-то любимцы среди пациентов, я имею в виду, животные? Какие? С кем больше всего работать, может быть? Вы имеете в виду именно вид животного? Да, вид, вид, да. Ну, я вообще собачник по своей натуре, то есть я больше люблю именно собак, нежели кошек, хотя в детстве у меня были и собаки, и кошки, и потом тоже много животных, так или иначе, побывали в моих руках. А вот бывает же, что, ну, как бы животное может агрессировать, когда болеет, да? Ну, наверняка может и напасть или еще что-то, вот как вы пресекаете? Это бывает же страшно, наверное, там, что вдруг злая собака? Бывает страшно, бывает страшно прям до безумия, но, к сожалению, надо свой страх спрятать куда поглубже и стараться пытаться выйти на контакт или же прибегать к каким-то специфическим методам фиксации, дабы животное продиагностировать и, соответственно, помочь. Бывали агрессивные коты, бывали агрессивные собаки, ну, по возможности стараемся всегда помочь. Вот ветеринар – это человек, который лечит физически, да, вот животное, но при этом, я думаю, в вашей работе важно вот именно, важно именно понимание психологии. Вы как-то развивались в этом направлении, ну, я не знаю, может, обучение где-то проходили, или это просто жизненный опыт, скажем так? Нет, именно специфического обучения я не получал, хотя сейчас в данный момент я все чаще и чаще об этом задумываюсь, дабы развить именно это. И полностью получается это все у меня из жизненного опыта, потому что животных очень много, людей очень много, истории очень много, опять-таки, тоже побочных, и из всего из этого делаются и проводятся выводы, и уже осуществляется в жизни. А характер человека может отложить отпечаток на животных? Да, все животные, они абсолютно идентичны своим хозяевам. Большинство пациентов ваших, так скажем, какого вида звучит так? Кошки, наверное, собаки, да? Ну, не то, что пациентов, какого вида больше, просто по, опять-таки, тому, что такие животные, как кошки, они более компактны, более удобнее держать в квартирных условиях, а у нас именно город, то превалирующее количество, да, у нас именно кошек. Василий, помимо вашей основной деятельности, вот именно как ветеринара, я знаю, что вы активно участвуете в благотворительности, ну, в каком плане? Вы часто помогаете бездомным животным, если где-то нашли раненое животное, оказываете помощь. Вот скажите, пожалуйста, немножечко об этом. Что вас толкает на то, чтобы помогать бездомным животным? Отсутствие безразличия и тяжелая жизненная ситуация, в которую животное попало. Ну, как правило, я не занимаюсь этим один, я занимаюсь при содействии и сотрудничестве с госпиталем «Белый клык» и с такой организацией волонтерской, как «Лапа помощи». Есть животные пострадавшие, это по большей степени именно по ответственности «Белого клыка», и есть профилактика, в большей степени это «Лапа помощи». Это производится профилактические стерилизации бродячих животных, уличных, вследствие чего уменьшается количество бездомных животных. Работа ветеринарного врача, она подразумевает, как бы, деятельность непосредственно с разными видами животных. У вас наверняка есть интересные случаи, кого приходилось лечить. Ну, понятно, кошки, собаки, это, наверное, ежедневный какой-то процесс. Было ли что-то интересное, может, необычное какое-то животное, не знаю, летучих мышей или еще что-то такое? Экзотические животные достаточно распространены в нашей местности, как бы это ни казалось удивительным. Я сейчас удивилась. Были обращения в лечении тигрят, у них была чесотка, при зоопарке, который у нас в юбилейном находился, был гамадрил, принимал роды даже у медведицы, гризли. Вот это поворот. Кто бы мог подумать, что в Карачао-Черкесии настолько большое разнообразие животных. А вот вопрос, лечили тигрят. Это то же самое, как лечить кошку? Ну, вот у них такие же заболевания или все-таки нет? Да, заболевания те же самые, потому что семейство кошачье одно, но надо постоянно... Быть внимательным, да? Да, соблюдать внимание и быть очень достаточно резким, потому что животное хищное, и у него в инстинкте это заложено, то есть нападение может быть моментальным просто-напросто. И даже тигренок небольшой все равно может принести урок? Да, они были просто в тот момент именно из-под мамки, и то заболевание, которое у них было, достаточно... было раздражительным. И вследствие этого психологическое состояние у них было достаточно нервно расшатанное. Вследствие этого какие-то мои манипуляции, которые я проводил, приводили их в бешенство в определенный момент. То есть все-таки не нравилось, что врач осматривает, скажем так. В любой работе есть какие-то определенные сложности. Каковы сложности в работе именно ветеринара? Сложность, наверное, человеческий фактор. То есть, ну, в принципе, как и в большинстве профессий. Несмотря на то, что вы работаете с животными, все-таки человеческий фактор. Как правило, как вот мы разговаривали ранее о сборе анамнеза по поведению, по состоянию животного, также участвует и человек. То есть он рассказывает мне, информацию дает при помощи на водящих вопросах с моей стороны. Но бывает так, что человек, сам того не желая, он начинает путаться. И вследствие этого путаюсь и я. А как, что значит начинает путаться? То есть не может объяснить, что с животным? Нет, из-за чрезмерной любви информация начинает или теряться, или сливаться воедино. Такое тоже может быть, да? Это как перенервничал и забыл что-то, да? Да, да. Что-то типа такого. Сейчас у нас заканчивается лето, начинается осень. Большинство, наверное, жителей Карачао-Черкесии держит то или иное животное. Пусть это будет кошка, собака, или может быть даже лошадь, или корова. Сезонные заболевания. Есть ли такое понятие? Вообще объем вашей работы увеличивается каким-то образом от времени года в зависимости? Не то чтобы увеличивается. Держится постоянно стабильным. Но заболевания, да, имеют сезонный характер. К чему нужно быть готовым сейчас? В первую очередь в теплое время года это экто- и эндопаразиты. И во-вторых, это инфекционные заболевания. Но у каждого вида животных они так или иначе свои видовые. Поэтому самое главное в жизни, что у животного, что у ветеринара, что у человека, как мне когда-то сказали в Академии, это профилактика. Поэтому обязательно проводите профилактику своих питомцев против экто- и эндопаразитов и обязательно прививайте своих питомцев, несмотря на то, что некоторые домашние, некоторые уличные. И еще, как у нас любят говорить, оно же беспородное. Зачем это все делать? Настоятельно рекомендую обязательно проводить. За счет этого вы сохраните жизнь своему питомцу и будете сами жить спокойно. У меня вот такой вопрос. Бывает же что-то новое в профессии, когда ты постоянно лечишь одни виды животных, и вот вдруг встретилось животное, которое ранее вы никогда не лечили. Как тогда действует ветеринар? Начинают поднимать литературу, прибегаем к помощи интернета. И что самое важное, мне кажется, это общая коммуникация среди коллег. То есть вы общаетесь с другими ветеринарами? Конечно, разговариваем, общаемся. Где-то в совокупности при дискуссии ставится общий диагноз, подтверждается или же наоборот, опривергается он. И по клинической диагностике. А у вас самого есть животные? Были животные, но, к сожалению, у детей аллергия. И сейчас весь мой, скажем так, мини-зоопарк, он находится у меня на работе. В принципе, по желанию каждый человек может прийти погладить, поиграться. У меня там кролики декоративные, хомячки, крыски, сирийские хомяки, бородатая гамма, хамелеон. А что такое бородатая гамма? Это ящеры, рептилии. Даже так, да? Есть еще паук, птицеед, две черепахи сухопутных, шпоровых и две красноухих водяных. Ну, прям разнообразие, да. Я так понимаю, что можно даже не просто прийти погладить, но еще узнать что-то новое из мира животных. Достаточно часто мы в повседневной жизни сталкиваемся с тем, что люди берут животных домой, а потом в какой-то момент не справляются и выбрасывают их на улицу. Вот вы, как ветеринар, что бы вы посоветовали человеку, прежде чем взять животное домой, как вот ему стоит оценить данную ситуацию, может ли он вообще это себе позволить? Прийти к ветеринару, проконсультироваться, проконсультироваться по виду животного, которое ты собрался заводить в свой дом, по условиям содержания и по профилактическим мероприятиям, что нужно делать и сделать для себя вывод физически в первую очередь, ты готов к этому. Морально, как бы человек, такая натура, что он подстраивается, но физически, как правило, не всем удобно. И на сегодняшний день, как вы подметили, очень часто животные оказываются на улице, или же животные сразу же начинают передариваться, передаваться по рукам хотите. А это как-то влияет на животное само, если вот из одного дома в другой? Ну, допустим, одна из дома. Все индивидуально, абсолютно индивидуально. То есть точно так же, как и люди, психосоматическое состояние у животных тоже разное. Кто-то не обращает на это внимания, кто-то, наоборот, психосоматика начинает ухудшаться. И поэтому лучше стараться передавать. То есть по договоренности, опять-таки, чтобы человек понимал, на что он идет. Потому что у некоторых животных, опять-таки, в связи с расстройством, потом начинаются и проблемы с организмом тоже. То есть вполне есть такие заболевания, которые вызываются именно психосоматическим состоянием. То есть как у людей, собственно, да? Все от нервов, да? Такой вопрос, интересно. Вот говорят, что собак можно научить. Ну, не говорят, так и есть, да? Собака может выполнять очень многие команды человека. И, в принципе, ее можно обучить. Вот всегда было интересно, на кота влияет ли жизнь человеком? Он может понять психологию и можно ли научить кота чему-то? Да, конечно. Тому яркий пример Юрий Куклачев со своими представлениями. Мне кажется, это какое-то исключение больше. Нет, просто с животными нужно заниматься. И именно суть каждого из животного надо понять. То есть большинство животных, они настолько зависимы от человека, несмотря на все. Поэтому за вот это внимание, которое человек дает через меру, животное готово выполнять какие-то определенные команды. Я вам даже больше скажу, доказано, что именно у собаки есть способность читать мысли своего хозяина. Если посмотреть в интернете, очень много есть роликов, когда животные выполняют какие-то действия, о которых думает хозяин. Тому является подтверждением именно видеозаписи. Это прям вот какая-то сильная, наверное, ментальная связь должна быть, чтобы животное... Видимо, собака изучает настолько хорошо своего хозяина, что прям вот знает, что как жаль, с кошками так не работает. Ну, кошки, как нам мы видели в детстве в мультиках, показывали, это то животное, которое гуляет само по себе. Но тем не менее, как вы считаете, вот дикие кошки, ну как дикие, уличные кошки, вообще животные, они же все равно каким-то образом соприкасаются с человеком и наверняка тоже знают поведение человека. Как вы считаете? Конечно, то есть животные даже на улицах, они читают поведение человека. По повадкам, то есть они уже заблаговременно могут догадаться, какой из людей может им причинить вред и стараются уйти, избежать этого столкновения или же наоборот что-то положительное от человека получить. Ну, я просто вот сама часто замечала на улицах Черкесской, когда по пешеходному переходу ждет светофор действительно собака и переходит, при этом люди это не всегда делают. В нашем городе у нас самые образованные собаки. Понятно. Вы вот на данный момент ведете частную практику. Вы видите какое-то свое профессиональное развитие, может быть, к чему вы идете? Или просто вам вот нравится получать удовольствие от своей работы? И да, и нет, скажем так. То есть, ну, 50% туда, 50% туда. То есть без определенного удовольствия от своей деятельности. Я считаю это именно и деятельностью, которая приносит мне заработок, и моим хобби. И также надо обязательно развиваться. И развиваться постоянно, потому что, к сожалению, ни одно из заболеваний не стоит на месте. Оно точно так же мутирует, развивается, переплетается. Где-то меняется диагностика, где-то меняются схемы лечения. Поэтому надо постоянно развиваться. И думаю, также и в физическом плане расширяться тоже. Ну, вот я правильно понимаю, что вы на данный момент, как бы, если провести аналогию с человеческим врачом, как терапевт. Правильно работаете? Нет. Врач широкого спектра. Ну, ветеринар, в принципе, по своей сути, это человек, профессионал, специалист, который не специализируется на чем-то одном. А так или иначе, он вовлечен во все сферы этой деятельности. Просто бывает ответвление. Вот, да, я про это хотела спросить. Бывают ли ветеринары, которые работают узконаправленно, с каким-то видом животных и все, с другими не работают? Бывают именно с лошадьми, опять-таки, это узкая специализация идет. Бывают по сельскохозяйственным животным именно сильно большая раздробленность. Прививки, вакцинации. Но, опять-таки, большие какие-то хозяйства, фермы, комплексы. Там, где я, к примеру, работал, это был крыльководческий комплекс, свиноводческий комплекс. И так или иначе, я со всеми этими животными сталкивался. Будучи работая на СББЖ, я сталкивался со всеми. И КРС, и МРС, и лошади, и свиньи, и птица, и мелкие домашние животные. Поэтому я для себя именно, я не вижу особо смысла заниматься чем-то одним. Когда всеми занимаешься, это намного веселее, опять-таки. Интереснее, да? Интереснее. И ты, получается, отдыхаешь в промежутках. То есть, когда у тебя изо дня, к примеру, идут мелкие домашние животные, собаки, кошки. И когда-никогда у тебя поступает вызов на сельскохозяйственное животное, то для меня это, скажем так, по возможности. Да, я выезжаю, и для меня это отдых, расслабление от смены деятельности. Опять-таки, свежий воздух. Все понятно. Вот если сегодня нас смотрит человек, который задумывается о том, чтобы все-таки стать ветеринаром, что бы вы ему сказали? Думать не надо, надо брать и делать. Понятно. Спасибо большое, Василий, за интереснейшую беседу. Спасибо Вам за Вашу деятельность, потому что Вы спасаете не только животных, я думаю, но и их хозяев. Успехов Вам! И чтобы поменьше было больных животных, а побольше счастливых и здоровых. Спасибо. Ну, а с Вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Желаю Вам хороших выходных и до новых встреч!